Привет, друзья! В этом видео мы познакомим вас с новейшим круизным лайнером итальянской круизной компании MSC Cruises MSC Grandioso. 19-ти палубный лайнер класса Miroviglia Plus. Длина 331 метр, ширина 43 метра, а высота 67 метров. Пассажировместимость 6334 человека, работают на нем до 1700 членов экипажа. Лайнер был принят в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Ну а теперь познакомимся с самыми красивыми и интересными местами на MSC Grandioso. Сердце лайнера это бесспорно трехэтажный атриум, находящийся в середине судна на 5, 6 и 7 палубах. Как и на всех последних 8 лайнерах компании MSC Cruises, вы найдете на грандиозе знаменитые лестницы, ступеньки которых сделаны из кристаллов в Сваровске. Возле атриума находятся несколько баров. Здесь можно посидеть, насладиться живой музыкой и выпить вкусный напиток. На пятой палубе возле атриума находится рецепшн, куда можно обращаться 24 часа в сутки, если возникли какие-то проблемы или появились вопросы. На одну палубу выше и попадаем в галерею грандиоза. Это двухпалубная променада длиной более 100 метров. На променаде находятся рестораны, магазины, бары и кафе. Светодиодное освещение на потолке променады постоянно меняется и здесь регулярно проводятся световые шоу несколько раз в день. Бар грандиоза на шестой палубе. Танцевальный развлекательный бар, где постоянно проводятся различные игры, соревнования, викторины и танцевальные уроки. Edge Cocktail Bar. Очень популярный на лайнере бар, специализирующийся на алкогольных и безалкогольных коктейлях. Шоколадный бар. Большинство сладостей и конфет, которые здесь подаются, производятся прямо здесь. И вы можете понаблюдать за работой мастеров. Atelier Bistro. Это один из многих специализированных ресторанов, не входящих в стоимость круиза. Здесь можно попробовать множество блюд французской кухни. Crepes и Gelato. Любимый детский бар на лайнере. Многочисленные сорта блинчиков и мороженого. В цену круиза, к сожалению, не входят, но обязательно попробуйте, оно того стоит. На круизном лайнере MSC Grandiosa большое количество магазинов известнейших брендов. Можно приобрести парфюмерию, костюмы, золотые и серебряные украшения, часы, сумочки. А есть также сувенирный магазин MSC Shop, в котором можно, например, купить модель лайнера, на котором вы путешествуете, или посуду и одежку с эмблемой компании. Здесь же рядом вы найдете фото галерею, где можно выкупить сделанные во время круиза профессиональными фотографами фотографии, или просто купить новую камеру или запасные батарейки. Театр на борту MSC Grandiosa позволит вам каждый вечер круизов насладиться различными шоу и представлениями. Шоу очень яркие и профессиональные, и просто захватывающий дух. Обязательно ходите по вечерам в театр. Ресторан La Perla Grigia Один из четырех главных ресторанов на лайнере, в которых можно поужинать. Они отличаются в дизайне и оформлении, но меню в них у всех одинаковое. Вам дадут столик, он будет закреплен за вами на весь круиз, обслуживать вас будут все время одни и те же официанты. Ужин вы выбираете себе сами с различных салатов, супов, мясных и рыбных блюд и десертов. Если вас заинтересовала эта тема, то у нас на канале есть множество видео, посвященных питанию на различных круизных лайнерах. Прежде чем продолжить обзор, мы покажем вам другие рестораны, ужин в которых входят в стоимость круиза. Кто не любит шведский стол, может также здесь и завтракать и обедать, выбирая еду по карте меню. И вас будут обслуживать официанты. Все это бесплатно. Продолжаем наш обзор. Ресторан испанской кухни Оля. В цену круиза не входит. Поднимаемся выше на седьмую палубу. Здесь по вечерам выступают артисты всемирно известного цирка Дю Солей. Это шоу не бесплатно, но пользуется огромнейшим спросом среди пассажиров. Лучше всего зарезервировать это шоу еще до начала круиза. Возле атриума на седьмой палубе находится эксклюзивный шампанье-бар. Здесь продаются самые дорогие напитки и закуски на лайнере. Легран Казино. Огромное количество игральных автоматов и столиков. Очень пользуются спросом, особенно среди американских гостей. бар в стиле ирландского паба, в котором можно попробовать множество сортов пива с разных стран мира. Типаньяки и каито суши бар. Рестораны японской кухни, в которых можно попробовать множество японских блюд, а приготовят их у вас на глазах за столиком. Эти рестораны не входят в стоимость круиза, так же как и Бучанскад, американский стейк-хаус. Продолжаем наш обзор на пятнадцатой палубе. Это центральные бассейны. Общая длина их составляет примерно 25 метров. Огромный экран, на котором транслируются фильмы, концерты, музыкальные видеоклипы и спортивные ивенты. Рядом с бассейнами бар с огромным выбором алкогольных и безалкогольных напитков. И еще один гриль-бан, фастфуд, сосиски, бюргеры, картошка фри и, конечно же, мороженое. И рядом, конечно же, множество столиков. На палубе очень много лежаков. Есть многочисленные душевые и джакузи. Сафари-пул. Это небольшой бассейн под крышей и пара джакузи. В хорошую жаркую погоду крышу открываем. Также здесь можно поиграть в настольные игры, футбол или настольный теннис. И, конечно же, здесь тоже работает свой бар. Еще один бассейн находится в конце лайнера. Здесь более спокойно, здесь не играет музыка и не проводится анимация. Бассейн небольшой, глубиной 1,70 м. Плавать, конечно, невозможно, но для того, чтобы освежиться, хватает. Слева и справа от бассейна джакузи. И еще один бар. Буферестан Marketplace. Шведский стол. Открыт 20 часов в сутки. У нас на канале есть отдельное видео. Обеды, завтраки на MSC Грандиоза. Смотрите и делайте свой вывод. Питание здесь входит в стоимость круиза, а также здесь бесплатно можно постоянно попить воду, чаи, кофе. А за завтраком и несколько сортов сока. На 16-й палубе находится джин. Спорт-фитнес-студия, где в любое время можно самому позаниматься спортом на современных тренажерах и беговых дорожках или под присмотром личного тренера. Интересный факт. У итальянцев цифра 17 читается, приносящая неудачу и беду. Поэтому на этом лайнере нет 17-й палуб. После 16-й идет сразу на 17-й. Спорт-плекс – это спортивно-развлекательный комплекс, состоящий из комнаты видеоигр и игровых автоматов. Далее. На лайнере есть возможность поиграть в боулинг. Можно испытать себя в симуляторе гоночных спортивных автомобилей Формула-1. Можно повоевать в виртуальном мире или посмотреть фильм в четырехдименциональном кинотеатре. Все эти развлечения за дополнительную плату. Любители таких игр, как футбол или баскетбол, имеют возможность поиграть в них на спортивной площадке под закрытым небом. Спорт-плекс имеет также свой собственный бар. Одно из наших любимых мест на лайнере MSC Грандиоза – Sky Lounge. С великолепным видом на нижележащие палубы с бассейнами и море. По вечерам здесь тоже выступают музыканты и певцы. Это ночной клуб, дискотека. Здесь же пососедствует детский клуб для детей всех возрастов. Wild Forest Aquapark. Четыре водных горки, канатный парк для детей и взрослых и водный парк для маленьких детишек. Субтитры создавал DimaTorzok На MSC Грандиоза более десятка различных видов кабин. Самый дешевый вариант – это внутренние кабины. Заглянем в одну из них. В таких кабинах есть, конечно же, все необходимое – телевизор, сейф, мини-бар, шкафы. Недостаток этих кабин – небольшой размер и отсутствие окон – компенсируется дешевой ценой по сравнению с другими кабинами. Многие люди боятся путешествовать в таких кабинах или просто чувствуют себя в них бескомфортно. Поэтому они выбирают, например, кабины с окном или с балконом. Внешних кабин с видом на море на лайнере не особо много. И обычно они пользуются большим спросом из-за относительно небольшой цены. Самые распространенные кабины на абсолютно большинстве круизных лайнеров последних десятилетий – это кабины с балконом. Эти кабины делятся на различные категории, вместимостью от двух до шести пассажиров. Очень большие семьи могут взять две рядом находящиеся кабины с проходной дверью между ними. Таким образом создается кабина для 12 пассажиров. А это уже одна из самых дорогих кабин на лайнере. Двухэтажная, с двумя туалетами, ванной, джакузи на балконе, отдельные спальные комнаты, комнаты для переодевания, с капитанским вином на море и многого другого. Субтитры создавал DimaTorzok Надеемся, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok